День Святой Троицы Само название его носит ответ на этот вопрос Потому что в этот день Третье лицо Святой Троицы Дух Святой сошел на апостолов В виде огненных языков И после этого события удивительного Апостолы преобразились То есть до этого момента они прятались Они боялись Они на проповедь не выходили Потому что не чувствовали в себе сил Уверенности не было А после сошедшего на них Духа Святого Они в этот же момент Когда он сошел Они уже начали проповедовать Так что после их проповеди Три тысячи человек сразу крестилось То есть представляете Три тысячи человек Это огромное количество людей И с этого момента Они уже вышли на проповедь Во всей Римской империи То есть каждый пошел в свою сторону Для того чтобы исполнить Такой обет Сам Господь им сказал Чтобы они шли и проповедовали Всему миру Всей твари Вот Евангелие Поэтому Крестя их Крестя конечно Без крещения Одной проповеди недостаточно Для спасения Поэтому Святая Троица Была явлена полностью Всему человеческому роду Только вот в этот день То есть Третье лицо Святой Троицы Дух Святой Сошел именно в этот день И через уже апостолов Дух Святой Стал переходить на учеников Апостолов через рукоположение То есть апостолы своих учеников Рукоположили Ученики апостолов своих учеников И так этот процесс Такое таинство Рукоположение Оно дошло до наших дней И сейчас Священство и епископство Несет Ту самую апостольскую благодать Сошествие Духа Святого Которую оно Передает уже И всем крещаемым Через миропомазание То есть Во время крещения Происходит Два таинства Первое таинство Это когда Погружают в воду Крещаемого Трижды Во имя Отца Аминь Сына Аминь Святого Духа Аминь И второе таинство После того Как его Погрузили в купель Крещение Его еще Помазывают миром И это как раз То самое таинство Которое Заменяет Рукоположение апостолов То есть Дух Святой На каждую из нас Сходит Именно в этот момент Можно сказать Что мы В этот день День Святой Троицы Отмечаем День рождения Нашей православной церкви Да Это конечно же И таким образом Можно Трактовать Потому что Повторюсь Только с этого момента Апостолы начали Проповедовать И Собирать Огромное количество Душ Человеческих В ту сеть Которую Их призвал Господь Станете ловцами Душ Человеческих Вот Церковь Христова Она собственно Стала складываться Именно с этого момента Это все Происходило В Сионской горнице Там где Господь И дал им Еще одно Таинство Причастия Перед своей Кончиной на кресте Перед тем Как выйти на Крестное страдание Он собрал их там И Преломил хлеб Благословил Вино Благословил Дал им Сказал Это тело Это кровь Моя Вкушайте В память обо мне И тот кто Вкушает Тот жив будет Меня ради Поэтому Конечно же Вот из этих всех Моментов И сложилась Православная церковь И она не могла Быть сложена Пока Полнота Благодати Не была передана Ученикам Христовым Апостолом Ну и кроме того Конечно же Этот Момент Он нам Как бы Завершает Пришествие В наш мир Господа В Троице Единого Потому как Бог Отец Можно сказать Так Он явил себя Миру И Людям Через Моисея Пророка Когда дал На горе Синай В Египте Дал Десять заповедей На каменных Скрижалях Бог Тогда Бог Отец Явил Тогда Свой закон По которому Мы должны Все жить И Моисей Пророк Этот закон Эти каменные Скрижали С десятью заповедями Принес Народ Израильский Потом В мир Уже Явился Бог Сын Когда родился Пресвятой Богородице И таким образом Было явлено Второе лицо Святой Троицы Вошло в этот мир И Было Явлено Также Троица В момент Крещения Христова Голос с неба Был Бога Отца Сын Стоял В реке Ордан И Дух Святой В виде Голубя Дух Святой Сошел На его главу Но это только На главу Христа Сошел Дух Святой На тот момент А вот К человечеству Еще Дух Святой Не сошел И поэтому Вот это третье Уже Окончательное Так сказать Законченное Явление Бога Человечеству Произошло Именно В день Пятидесятницы То есть Троица Здесь мы Видим Окончание Цикла Так сказать Примирения Можно сказать Бога С родом Человеческим Так как Господь Полностью Расторг Общение С Адамом И Евой После того Как они Согрешили В раю Они были Изгнаны Из рая И с того момента Духа Святого Не было Ни на ком И Про Сына Божий Никто не знал Знали только Что есть Бог И даже не знали Каков Он То есть Настолько Господь Скрыл Своё лицо От рода Человеческого За грех Адама И Евы А пророки Как пророчиствовали Пророков Господь Это Избранные Люди Единицы Которым Господь Давал Духа Святого И они Конечно же Духом Святым Глаголовали Но Два пророка Даже и смерти Не увидели Были подняты На небо Енох И Илья Поэтому Они Это были Единицы Через которых Господь Всё-таки Этот мир Содержал И давал Свои наставления Через пророков И В том числе Пророчества О явлении Сына Божьего То есть Через Исаию Пророка Через других Пророков Мы Видим Эти Пророческие Слова Пророков Которые Говорили Что Будет явлен И второе лицо Святой Троицы Сын Божий Ну и Дух Святой Также Явился И таким образом Уже Был снят То проклятие Можно сказать Тот запрет На Богообщение С родом Человеческим Которое Произошло Вот В раю С Существом Святого Духа Это наверное Завершилось Наше дело спасения То есть Для нас Все 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 Дано Все Показано Теперь От нас Зависит Пойдем Ли По этому Пути Ну Так как Господь Не может Насильно Ничего Нам Навязать То есть Мы Все-таки Не роботы Мы Творение Божие С Свободой Выбора Так Господь Нас Сотворил Он По своему Образу И подобию Как У Бога Есть Свобода Выбора Свобода Воли Так Он И нам Дал Такую Свободу Выбора Свободу Воли Поэтому Конечно Без Божьего Откровения И без Божьего Пришествия В этот Мир Мы Не могли Спастись Но И без Нашего Согласия Веры И Упования На Бога И Послушания Бога Мы Так же не можем Господь Нас Не может Спасти Если Мы Будем Отказываться От Его Помощи Руку Господь Протягивает Ну Конечно Господь Пытается Нас Спасти А мы Отнекиваемся Отбрыкиваемся Отворачиваемся И Не хотим Даже Общаться Хотя Господь Рядом С нами Как Он В Евангелии Говорит Все Стою И Стучу Не Отворят Ли Мне Дверь То Сейчас Такое Время Что Уже Сам Или Не Отворяем То Господь Входит К нам В сердце И Спасает Нас Обитель С Богом Отцом Творит Творит Обитель Святой Троицы В душе Каждого Отворившего Дверь Богу И Наоборот Тот Кто Не Отворяет Эту Дверь Тот Сам Отказывается От Помощи Божией А Сам Человек Один Спасти Не Сможет А Что Отворить Дверь То Это Надо Следовать Заповедям Божьим Евангелие Изучать Прежде Все Надо Первое Наперво Поверить Богу И в Бога То Те Слова Которые Направлены Ко Всему Роду Человеческому Кто Те Слова Принимает С Верой А Кто Отвергает В неверии Своем Это Первый Шаг Для Отворения Дверь То Надо Поверить Что Бог Есть Второе Если Бог Есть То Значит Он Что-то Нам Обязательно Хочет Сказать То есть Надо Постараться Отворить Свои Двери И услышать Слова Божии Которые Сказаны В Евангелии В посланиях Апостолов И Прочих Церковных Поучениях То есть Мы Отворяем Сердце Своё Сначала Для веры Потом Для слов Божиих И После Всего Этого Уже Сама Благодать Входит В душу нашу Потому Как Господь Сказал Именно В Евангелии Чётко Ясно Тот Кто Верует В меня И Послушает Меня К тому Я Приду И Створю У него Обитель То есть Поверить И Слушаться Вот Это От нас Зависит Да И вера Кроме того Будет Укрепляться Да Как Апостолы Говорят Суда Вера Отслышание Слова Божия Ну Конечно Мы же Если Не Слушаем Откровений Божиих То Откуда Мы узнаем И Откуда Мы Тогда Поверим Во что Верить Если Мы Даже Не Будем Знать Ничего Ну Как Многие Себя Считают Христианами На самом деле Даже Не знают Как Мы Неоднократно Говорили Что У них Такая Мусорка В голове Там И Веники Висят И Все На свете Ну Там Суеверие Если Так Сказать Культурно То Там В голове Суеверия Не Вера В Бога Истинного А Суеверия В черных кошек Которые Там Перебегают Дорогу Каких Там Значит Подков Которые Надо повесить Над дверью Чтобы Она От чего-то Могла Спасти Защитить Хотя Чем Подков Может Помочь Или Защитить Совершенно Неразумно Или Какие Там Другие Там Моменты Которые С востока Приходят Какие Тоже Суеверия Да Там Чтобы энергии Правильно Двигались Куда-то Там Как-то Еще Такое Сейчас Сплевывать Там Что-то Через плечо Стучать По дереву Ну То есть Суеверий Огромное Количество И Они Не Спасают Потому что Они Нас Лишь Уводят От Слов Божиих А Спасает Нас Слово Божие То есть Конкретно Те Самые Допустим Десять Заповедей Мы Должны Знать А для Этого Мы Вошли К нам И В Ум И Через ум Пройдя Уже В Сердце Вошли Если Мы Их Не Знаем То Как Мы Можем Спасаться Кроме Того Есть Еще Множество Других Наставлений Божиих В Евангелии Высказанных Поэтому Это Тоже Надо Читать И Чтобы Это Все Слагалось В Сердце Нашем Все Слова Божие Но Не Как Библиотеку Так Вот Поставил Галочку Поставил Все Значит Я Этот Вопрос Закрыл Нет Мы Должны Это Все В Себе Возгревать И И Исполнять Стараться То Что Мы Прочитали Тогда Мы Будем С Господом Господь Так Говорит Кто Слушает Меня И 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 Если Мы Будем Читать Слушать Но Не И 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 Удивительным образом То О чем Я Сейчас говорил Там Вот Когда говорил Про Моисея Пророка Про Десять Заповедей Которые Господь Дал На Синае Это Как раз Была Пятидесятница От Отчетанная От Пасхи Ветхозаветной Когда Народ Израильский Во главе С Пророком Моисеем Вышел Из Египта И Пошел В земле Обетованную Но Перед тем Как Пойти В земле Обетованную Моисей Пророк Его Привел В горе Синайской Где Ему Явился Господь Дал ему Десять Западей И Моисей Это Уже Принес Народу Израильскому Соответственно Вот это И празднуется Ветхозаветная Пасха Пятидесятница От Выхода Из Египта То есть Это телесная Можно сказать Пасха Потому что Они телом Вышли Мы празднуем Пасху Духовную Потому что Мы вышли Из-под Закона Смерти То есть Духовный Закон Духовная Пасха Поэтому У нас По-разному Празднуется Даже То есть Сначала Пасха Иудейская Празднуется Потом Пасха Христианской Празднуется И Вообще У них Три Праздника Это Если брать Народ Израильский Ветхозаветные Праздники Это Пасха Ветхозаветная Это Пятидесятница Когда были даны Десять заповедей Моисею и пророку И Праздник Кущей Когда Они Сорок лет Ходя По пустыне Все-таки Вошли В земле Обетованное Вот В память Об этом Хождении Сорокалетнем Они Праздник Кущей Также Праздную То есть Три праздника У них Всего А у нас Как мы знаем У нас Праздников Много Каждый день Вот Пятидесятый день Получается Они Праздновали Законодательство Моисеева Да Да И Удивительно Вот Тоже Какое Пересечение Да Аналогии Значит Роду человеческому Свои заповеди Как Род человеческий Должен себя Вести Чтобы угодить Богу Как спасаться Да Как спасаться То есть Но дал он их Просто на каменных Табличках Каменных скрижалях Как это написано Да Священописание А вот Когда Бог Сын Явился И Когда Дух Святой Явился То Это уже было написано Не на каменных Скрижалях Это было уже Написано На сердцах Человеческих Потому что Дух Святой В сердце Вселяется И Как Господь Иисус Христос Сказал Что Когда Придет Утешитель Он вас Научит Всякой Истине То есть Уже Изнутри Эти заповеди Внутри Нас Будут Не снаружи На каменных Табличках Или на бумаге Написаны Как при Моисее Пророке Были свитки Там и прочее А уже Изнутри Это будет Проистек Из В жизни Человеческой Из сердца Человеческого Вот это конечно Более высокий Уровень Так сказать Духовного Высорковления Чем Ветхозавет А почему Святой Дух Называется Утешитель Дело в том Что Всякий Человек Он Духом Божиим Живится Как сказано В Писании То есть Мы Живем Духом Божиим Причем Верующие Неверующие Это пошло Еще с момента Сотворения Человека Адама И Евы Когда Господь Сделав Тело Из Перстя земной Он Вдунул Жизнь В это Тело И если бы Господь Не вдунул То Так Это тело Осталось Безжизненным И вот С того момента Дуновение Жизни От Бога Исходящее Оно в каждом Из нас Присутствует Но К сожалению Мы Своими Поступками Отталкиваем Этот Дух Божий И Жизнь У нас Уменьшается Уменьшается По мере Наших Увеличения Грехов Страстей То есть Человек Сам себя Фактически Убивает Ну это больше И в духовном Да наверное Смысле В духовном Смысле Так А Дух Божий Мы в духовном Смысле И говорим Так вот Утешитель Дух Истины Он как раз На это Духовное Начало И воздействие То есть Он возобновляет Жизнь В каждом Человеке Через Пришествие Своё То есть То дуновение Божие Которое было В перво Адаме Оно Также Приходит И к нам С благодатью Духа Святого Каждый раз Когда мы Обращаемся К Богу С покаянием Через причастие Через исповедь Через другие таинства Господь нам Ну в начале Конечно через крещение Господь даёт нам Опять Дух жизни И этот Дух жизни Дух Святой Он присутствует С верующим человеком И который Старается не согрешать Он в нём Живёт В течение Всей его жизни Здесь И переходит Вместе с ним В жизнь Вечную Вот о чём Горис То есть Он утешает И обновляет Духовное состояние Человека Потому что Ну всем нам Известно состояние Уныния Тоски Печали Отчаяния Да Доводящие Просто можно сказать До каких-то Помыслов Суицидных И есть даже Такая Поговорка Что Там Зубная боль Она может Довести до того Что человек На стенку полезет А вот душевная боль Она Хоть и беззубая Но может загрызть До смерти Да То есть Человек может В петлю полезть От этой Духовной Душевной боли И вот этот Утешитель Он как раз Утешает Душу человеческую Кроме того Даже если человек Не согрешает Старается жить В заповедях Божиих И И Имеет в себе Благодать Духа Святого Её от себя Не отталкивает Неправедными Поступками Всё равно Человек Он Живя в этом Греховном Мире Он всё равно Так или иначе Искушениями Нападками Бесовскими Какими-то Злыми людьми Он поражается В душу Да Даже есть иконочка Такая Богородица Семистрельная Где Семь стрел Вонзаются Ей в сердце Это же тоже Говорит о чём О том Что Искушения Которые Ну в данном Случа На престой Богородицу Были направлены Они в сердце Поражали Матерь Божию Да И Семён Богоприимец Ещё ей предсказал Что оружие Пройдёт Сердце твоё Да Вот это И о каждом У нас сказано То есть Искушения Страсти Какие-то Там Коварства Бесовское Человеческое Предательство Там Или какая-то Клевета Или обман Или ещё что-то Это всё Поражает Наше духовное Сество Наше сердце Поражает А утешить Ну чем ты Утешишь Вот это Своё духовное Естество Борщом Пирогами Что ли Или поездкой В Турцию Нет Это Вообще Несовместимые Вещи Утешить Может только Дух Дух Святой Поэтому Он называется Утешитель То есть Те раны Которые Наносятся Нам Духовно Духовно Они Оздравляются Благодатью Духа Святого Святым Духом Было написано Через апостолов Через Евангелистов Святой Евангелие Мы с вами Каждую Передачу Читаем Обязательно И сегодня Тоже предлагаю Прочитать И обязательно Давайте прочитаем Господь часто Сравнивает С виноградной Лозой Такое Удивительное Да Очень часто То зверю Как мы говорили Пастырем Добрым А здесь Виноградная Лоза Даже Кто-то Посчитал Сейчас Не помню Что Значит Виноград Вспоминается Священное Писание 24 раза Виноградник 34 раза А Лоза Виноградная 18 раз То есть Это только В Евангелии Потому что В Ветхом Завете Там еще Больше Об этом Сказано То есть Господь Очень любил Эту Такую Аналогию Виноградной Лозе Плодах Виноградных И он Везде Это Применял Ну и Даже Причастие Он Сделал Из Виноградного Вина Вот мы Сейчас Более Подробно Для начала Прочитаем Отрывок Из Евангелия Он Как раз В эти Святые Дни В праздновании Вознесения Господь До Пятидесятницы Читалось На Литургии Этот отрывок В понедельник Да Это глава От Иоанна Пятнадцатая Стихи с первого По седьмой Пожалуйста Послушаем Евангелие Я Есть Истинная Виноградная Лоза А Отец Мой Виноградарь Всякую У меня Ветвь Не Приносящую Плода Он Отсекает И Всякую Приносящую Плод Очищает Чтобы Более Принесла Плода Вы Уже Очищены Через Слово Которое Я Проповедал Вам Прибудьте Во мне И Я В вас Как Ветвь Не Может Приносить Плода Сама Собою Если Не Будет На Лозе Так И Вы Если Не Будете Во Мне Я Есть Лоза А Вы Ветви Кто Пребывает Во Мне И Я В Если Пребудете Во Мне И Слова Мои В Вас Пребудут То Чего Не Пожелаете Просите И Будет Вам У нас Очень Интересная Отрывка Евангелия Ну Я прошу Прощения У нас Звонок Телезрителя Чтобы Человек Не Ждал Пожалуйста Говорите Мы Слушаем Добрый Вечер Ведущий Добрый Вечер Батюшка Добрый Добрый Вечер У меня Вот Такой Вопрос Наступает Лето Многие Уезжают Путешествовать Отдыхать Вот Я Вот Как Христианин Стараюсь Каждое Воскресенье Посещать Службу И Вот Я Уезжаю В путешествие И Я Пропущу Две Воскресные Службы В связи С этим У меня Такой Вопрос Ну Является Лето Большим Грехом И Как Поступить Правильно По приезде Что Нужно Сделать Спасибо Большое Спасибо За вопрос Ну Во-первых Куда бы мы ни ехали Везде есть Православные храмы И при желании Можно Сходить В любом месте Ну по крайней мере Россия Матушки Везде Можно найти Куда сходить В храм В воскресный день Ну Если Нет возможности Куда-то Может быть В горы Едут Не знаю Или Там Еще Куда-то В какие-то Дикие места Хотя И там Есть Храмы Монастыри Значит В любом Случа Человек Хотя бы Раз в месяц Должен прийти В храм И причаститься Раз в месяц Поэтому Две недельки Пропустите Ну Тогда Придете Когда Уже Вернетесь Из своей Поездки Придете В храм Можно Это наисподи Сказать Что два Воскресенья Не было в храме Исповедаться И причаститься Поэтому Я думаю Такого большого греха В этом нет Потому что Здесь Обстоятельства Такие Которые Сами Вас Ограждают От этого Ничего не поделать Уже Наметили Так наметили Но повторюсь Я думаю Везде Можно найти Возможность Посетить храм И не обязательно Воскресный день Можно В средней недели А если человек Исповедуется Одного священника Духовника И вот он уезжает То есть он не обязательно Должен причащаться Просто Нет Не обязательно Причащаться Просто прийти на службу Побыть и все Мало того Еще Всякий человек Который Едет Отдыхать Он может Этот Отдых Так сказать Телесный Еще превратить В отдых Духовный То есть Как паломничество Совершить То есть вы можете Посмотреть По карте местности Куда вы едете И найти там Какую-то святыньку И туда вырваться Ну допустим Многие люди Которые ехали Там в Шерм-Аль-Шейх Например Отдыхать там Или в Хургаду Они брали себе Там поездку На гору Синай И Святой Великомученице Екатерина Монастырь Приезжали Которые там С 4 века Нашей эры Еще император Иустинян Его строил Представляете То есть они Входили в те двери В которые входил Император Иустинян То есть Можно Вот даже Как видите В Египте Побывать на святом месте Поэтому Было бы желание Я думаю Найти можно Да Если есть звонки Пожалуйста Звоните Завайте их Возвращаемся К нашему отрывку Евангельскому Да Разговор Господь Говорит С учениками То есть это уже Во время Тайной Вечери Да Это Беседа была В момент Тайной Вечери Когда уже Иуда Вышел Для того Чтобы Завершить свое Так сказать Предательство Задуманное Господь ему Сказал Иди Скорей Исполняй Задуманное И он ушел Хотя никто и не понял О чем Господь ему сказал Соответственно После того Как он вышел Вот Господь обратился Вот что Вы в ветви Я лоза К самым ближайшим Да И вот Без меня ничего доброго Сделать не сможете Поэтому будьте во мне Я в вас А тот кто Так сказать Уже по факту Не был Был отсечен От лозы Он уже ушел Почему Именно виноград Виноград Очень благородное Такое Растение Которое Ну Все его части Они Служат Роду Человеческому Причем еще До потопа Еще мы читаем Что даже Ной Когда вышел Из своего Ковчега После потопа Первое что он сделал Он посадил Виноград Который он Значит Взял с собой Из того мира До потопного И сразу же Его посадил Как только Появилась Возможность Этого То есть Виноград он Кормит Виноград он Поет Потому что Можно кушать Листья Все знают Такое Блюдо Как долма В виноградные листья Завертывают Как голубцы В капусте Такие же голубцы Из виноградных листьев Можно делать Виноград поет Это Есть сок Есть там Вино Которым Ной как раз Так сказать Упился И было такое Искушение Послепотопное Когда был Проклят Один из сыновей Ноя Поэтому хамство Тут пошло Подробнее Расскажите Откуда Тут пошло Кто помнит Что Вообще У Ной Было Трое сыновей Сим И Афет Хам Сим И Афет Были Благочестивые Хам Был Не очень Благочестивый И Поэтому Когда Ной Собрал Первые плоды Виноградные После потопа И сделал из них Сок Сок Перебродил Получилось вино И он Упился этим соком Хотя и Не рассчитывал На то что Даже может он не знал Да На то что Оно будет Таков действия Потому как Сама атмосфера На земле После потопа Изменилась То есть Стало меньше кислорода Меньше давления В атмосфере земли После потопа По естественным причинам Произошедшим Во время потопа Да После После этой Великой катастрофы Мировой Соответственно Из-за того что Меньше кислорода Меньше давления Человек очень Быстро Пьянеет Это вот В горах Например Всякие знают Что там Алкоголь действует По другому Вот с Ной Произошла такая же ситуация То есть Он-то пил Как по привычке До потопа И знал что Это не приведет Его к такому Опьянению А здесь привело И он Вот в таком Пьяном виде Был Обнаружен Как раз Хамом Сыном Своим Младшим И Хам Пошел к другим Сыновьям Симу и Афиту И рассказал С насмешкой Над отцом Рассказал им Что вот он Осудил Да В таком состоянии То есть Он насмехался Осудил своего отца За что Собственно Потом Ной Когда узнал об этом Он Его Проклял Да Что ты будешь В рабах Ходить Твое потомство Будет в рабах У Сима и Афита Что собственно И произошло Потому что Хамиты Это те народы Которые населяют Африку И сколько там Уже Веков Было рабство Развито То есть Вот Это пророчество Сбылось Да А до наших дней Дошло до сих пор Это слово Хамство Хамство Да То есть Это Вошло В терминологию Да Как про Ирод Ирод ты окаянный Да То есть Это значит Непотребный Нехороший человек Так и хам Тот который Ведет себя Ну Совершенно Неправильно Ненравственно И Морали у него Никакой нет Даже Любви нет К собственному отцу Таких Называют Хамами До сих пор Вернемся к нашему Винограду Господь Наверное Очень часто Такие Привозил Примеры Что там Про Глугарчичные Семя То есть В то время Наверное было Аграрное Хозяйство Такое Развитые Ну Ну да Мы Давайте Вспомним Кому Обращается Господь С проповедью Это же В основном Все Сельские Жители То есть Там Чиновников Воинов И Моторей То есть Налоговиков Ну были Единицы Буквально 90% Это были Какие-то Рыбаки Какие-то Сельские Жители Которые Все время Жили От трудов Таких Крестьянских Соответственно Виноград у всех Рос И Сейчас Он Произрастает В Палестине И Мы Читаем В Библии Что Те Посланцы Которые Были Посланы Моисеем Пророком В землю Обетованную Они Вернулись Оттуда Неся Ветвь Винограда Которую Они На плече Несли То есть Два Человека Взяли Палку А палку Повесили Ветвь И эта Ветвь Была От их Плеча До земли То есть Вот такая Здоровенная Огромная Ветвь Виноградная Была Принесена Ими Из земле Обетованной Народу Израильскому Чтобы показать Насколько Эта земля Плодоносна И богата То есть Виноград Был Всегда Мы видим И до потопа И после потопа И сейчас Виноград Огромное количество Полей Занимает Посаженных И Поэтому Конечно же Господь На этих Аналогиях Все знали Как обрезать Виноград Все знали Как собрать Виноград Как сделать Из него Сок Или вино Какие Веточки Значит Надо сохранить Для плодоношения Какие веточки Надо убрать С винограда Какие веточки Готовы к плодоносить Которые не готовы К плодоносить То есть Это сложный Вообще Процесс Там То есть Надо Я обрезаю И собираем Плоды И крупноплодные Там А для чего Обрезается Чтобы не уходил Сок Куда в сторону Дело в том И если мы Обрезаем Часть То есть Там Специальные Формировки Там Гюйё Там Или Веерные Там Или Рукавные Формировки Каких Только там Нет Формировок То есть Специально Его формируют Так Чтобы он Максимально Много Приносил Плодов То есть Один куст Может приносить Там 50 килограммов 100 килограммов Винограда С одного куста Можно получить Конечно же Это растение Было Везде Всюду Взращиваемо Всегда Во все Века И конечно же Все знали Как за ним ухаживать Как обрабатывать его Поэтому Господь Везде Применяет Эту Аллегорию Чтобы объяснить Какие-то Законы Духовной жизни На примере Винограда Ну А сам Господь Получается Корень Это Господь Да То есть Лоза Не только корень У винограда Если так же Анатомию Да Сказать У винограда Есть корневая система Есть штамб И Из штамбы Выходящие Такие Крупные Толстые Ветки Которые Называются Рукава А уже на них Произрастают Тоненькие Веточки Где-то в палец Толщиной Которые Плодоносно Вот эти старые ветви Они плодов Не приносят Они только Несущие Так сказать Ну как ствол В дереве Да Вот Плодоносят Только ветки Однолетние То есть То что В прошлом году Выросло В этом году Оно плодоносит На следующий год Оно уже Облазоносить не сможет То есть На следующий год Надо следующие веточки А эти надо отрезать И Господь Они сжигаются Они сжигаются Потому что Ну как мусор Где их копить Тем более Что там В общем-то В Палестине С дровами Всегда были проблемы То есть Там не было Таких лесов Поэтому их использовали Для отопления Жилищ То есть Он еще и обогревал Людей Израиль Израильтян И поэтому Господь Здесь Как Корневая система Как ствол И как Крупные ветки А апостолы Ученики Это как Те тоненькие Плодоносящие веточки Лозы Так называемые Которые Собственно И приносят Плоды Ради которых Собственно И растет виноград Мы тоже Вот эти виноградинки Да Ну как Понимаете Одна веточка Один год плодоносит Так и Человек Он плодоносит Один свой век Да И уже Больше не сможет Потому что он переходит Уже в другой мир То есть Здесь тоже есть Аналогия Некоторая С тем Что Мы можем Плоды принести Только вот За период Своей жизни Как и эта веточка Она вот живет Один год И в этот год Она приносит Плоды На следующий год Она уже Превращается Либо в ствол Бесплодный Либо ее отрезают Ну и вообще Раньше виноград Это такой символ Да И достатка То есть Мы в Ветхом Завете Читаем То есть Когда Господь Благословлял народ Да Он писал Богатый урожай Да Винограда Когда вот Наказывал То отнимал Ну конечно же Те люди У которых были поля Виноградные Они считались Богатыми Те люди Которые Имели Там Сокодавилки Специальные башни Такие Выдолбленные В скале Такие Объемы Куда Виноград Складывался Специальными Орудиями А то и ногами Просто давился И оттуда Сок стекал По таким Лоточкам В бочке Это тоже Были Такие люди Ну Именитые То есть У бедняков Этого всего не было И конечно Господь Когда Говорит Что вы Как истинный Виноград Он говорит о том Что вы Виноград Хорошего сорта Скажем так То есть Тот кто приносит Хорошие плоды А есть дичка Есть виноград Который Дичает И Сортность Свою теряет То есть Он Приносит плоды Но они Кислые Мелкие Невкусные И никуда Негодные То есть Здесь тоже Господь Такую аналогию Приводит С народом Израильским Который Отрекся От Христа То есть Он Вроде бы И живет Вроде бы И какие-то Дела делает То есть Какие-то плоды Приносит Но Бога Они не угодны То есть Они В глазах Божьих Не имеют Истинной ценности А вот Те Кто верует В Господа Те Приносят Истинные плоды Богоугодные плоды Вот Они и благословляются Проклят народ сей Ибо не принял Христа Это про израильский народ А что говорите Например про нас Что можно сказать Например Есть же люди Которые Не веруют в Господа Но они Как бы совершают Добрые дела Но мы тоже Если там Ветхий Израиль То мы Новый Израиль Всякий Верующий В Господа Он уже Израильтянин В душе своей И поэтому Здесь тоже Можно Совершенно четко сказать Что Принимаются Господом Только те дела Которые делаются Добрые дела Только те Которые делаются Во имя Господне Об этом И Серафим Саровский Говорил Что Спасаемся мы Только делами Сделанными Во имя Иисуса Христа Сделанными Не в свое имя Не для тщеславия Не для гордости Не для Показухи Или других Каких-то Качеств Человеческих А для Бога Потому что Мы слушаемся Бога И как Господь сказал Так мы и делаем Как истинные Любящие дети В послушании Находящиеся у своего родителя Вот это и воспринимается А если мы что-то От себя делаем Это не Принимается Богом За добрые дела То есть на стражном суде Это не будет считаться Не будет считаться Спасительным Это Все Еще и Серафим Саровский Сказал Еще Примешивается Даже в такие дела Наверное Какое-то самолюбие Такое вот Ну конечно же Часто люди делают Добрые дела Ну вот Для просто Показухи Чтобы Они им сказали Да Даже так говорят Вот знаете Какой человек Я ему добро сделал А он даже Меня не поблагодарил Даже ничего не сказал А потом еще и Что-то про меня плохое Сказал Ну вот Сам человек Себя же его дает То есть он значит Делал это доброе дело Для чего? Чтобы его поблагодарили Сказали Что какой он хороший Всем Да То есть вот Это вот Прямо на глазах происходит Сейчас ничего нового Здесь нет А надо делать Добрые дела Как опять же В Евангелии мы читаем Так чтобы правая рука Не знала Что делает левая То есть Мы сделали доброе дело И забыли о нем Чтобы не здесь было Воздаяние Опять же по Евангелию Господь говорит Делайте добрые дела Не для того Чтобы здесь вас наградили А чтобы Отец Небесный Видящий Сделанный в тайне Воздал вам явно То есть уже Чтобы награда вас Вот это Настигла уже В том В вечности В том мире Тогда это действительно Вам будет на пользу А так Те кто делают добро Здесь для себя Ну здесь они Получают эту награду В том мире Уже ничего не получают Как мы уже с вами сказали Что да Виноград Виноградное вино Используется В таинстве причастия Вот во время Тайной вечери Господь говорил Когда что да Вот примите Едитесь Есть тело мое Вот и кровь Моя нового завета И потом говорит Господь Истинно говорю Я уже не буду пить От плода виноградного До того дня Когда буду пить Новое вино В Царстве Божьем Вот что за новое вино В Царстве Божьем Ну да Действительно Не другой же виноград Там да Конечно же Господь Здесь тоже Аллегорично говорил То есть Это было Сказано О тех Духовных Дарах Которые Здесь Он дал Апостолам И они вместили Слова Божьи То есть Вот это Вино Нового завета Которое в них было влито Они И стали носителями его Но мы знаем Что В том мире В Царстве Небесном Несравнимо С нашим миром Духовная благодать Изобилия Ее присутствует То есть Мы даже Описать это не можем Ни словами Ни умом Как апостол Павел говорит Что Ни на сердце Тот человек Не взойдет Ни на ум И даже терминов таких нет Что Уготовил Господь Верующим в него В Царстве Небесном И любящим его То есть Мы Именно О новом вине Которое в Царстве Небесном Мы даже здесь И подозревать не можем То есть Настолько Оно более богато Дарами Божьими Нежели здесь И Ну Здесь вот Всякие Причащающиеся Что ощущают Спокойствие Радость Мир Какую-то благодать На душе А там Будет все Намного богаче То есть Мы Даже Не можем Это и описательно Сказать Словами Нашего мира И когда Господь Говорит Да Что Вот Мы-то сейчас Сомневаемся В скорбях Вот И думаем Вот Господа Встретим Спросим Зачем нам Такое было наказание Да Господь что Говорит Что вы тогда Не спросите Меня ни о чем Ничего не спросите Да Дело в том Что Там будут Ответы даны Не Ответами Божьими А уже Вот этим Внутренним Сожительством С Духом Святым Который Будет открывать Сразу Видение То есть Не знание Знание Упразднится А будет Уже Видение То есть Человек Будет просто Видеть Почему Это Происходило Да Уже Это все Будет казаться Не таким Важным И Будет Это все Видеться По другому Совсем То есть Там мы будем Видеть Причины Того Что сейчас С нами Происходит Мы причин Сейчас Не знаем Как сравнивать Ковер То есть Мы видим Сейчас Изнанку Как шьется Там кусочек А потом Переворачивается Весь рисунок Будет виден Да Так и есть Это на самом деле Хорошая аналогия Действительно Мы здесь Лишь Складываем Пазлы Нашей жизни На которых Изображена Картина Другого мира Который мы увидим Когда эти пазлы Соберутся Господь В нашем рассматривном Отрывке Говорит о том Что Всякую У меня ветвь Не приносящую плода Он отсекает А всякую Приносящую плод Очищает Чтобы боли Принесла плода Мы начали с вами Говорить Об аллегорическом О духовном значении Что значит Очищение В духовном смысле Нас Ну Я уже начал Говорить Что мы Часто Дичаем Да То есть Наши плоды Становятся горькими И Неугодными Богу Соответственно Всякое Очищение От этой дикости От страстей От гордости От Своеволия Своенравия Да Чеславия Честолюбия И прочих Загрязняющих Нас Духовных Греховных Страстей Очищение От них Как раз Здесь и подразумевается То есть Тогда Ну Как в поговорке Сказано Ложка дегтя Бочку меда Портит То есть Мы Много делаем Хорошего Но Наша гордость Ложка дегтя Она Горчит Во всей Этой бочке Наших добрых дел И поэтому Господь очищает Нас Чем Чем можно Очистить от гордости Это Терпением В перенесении Каких-то скорбей Неправедных Таких-то Каких-то Кляус Клеветы Там Или обид Наносимых нам Мы Это терпя Мы очищаемся От гордости От тщеславия Когда нам хорошо Мы мало вспоминаем О Господе Как нас что-то Прижмет Совершенно правильно Пока гром не грянет Мужик не перекрестится Пока вот Жареный петух Не клюнет Никто и не думает О Боге Вот это мы Даже из поговорок Знаем Русских Которые взяты Собственно Из духовных Наших Таких вот Мудростей Поэтому Обязательно Надо помнить Что все Наши Тяготы И скорби Это горькое Неприятное Трудно Проглатываемое Но лекарство Лекарство От нашей гордости От нашего тщеславия И своей воли Без которого И без этого лекарства Мы погибнем Просто в своей гордыне И Господь Любящий нас Он это лекарство Нам вкладывает И главное Нам его не выплевывать Не отторгать Как больной человек Выплевывающий лекарство Он не выздоровеет Так здесь Мы должны Это все-таки С терпением Переносить И тогда Это лекарство Подействует На пользу нам А еще бы И поблагодарить Врача надо За это горькое лекарство Тогда оно Совсем будет Хорошим Действием Господь говорит Ученикам Что вы уже Очищены Через слово Которое я проповедовал вам Как это очищено Через слово Ну дело в том Что апостолы До того Как Господь Открыл им Все тайны Духовной жизни Царства небесного Они же их не знали И значит У них в головах Был Как мы говорили Мусор Суеверия Какие-то Ветхозаветные Какие-то А то и Поучение Тех самых Архиереев И старцев Людских Которые Весь народ Израильский Учили Но как оказалось Не тому И вот Отчистить От этих Накоплений Человеческой Мудрости Которые С божественной Мудростью Несравнима И которые Не спасают Как раз И было Тем Что Господь Делал с апостолами То есть Он все время Им говорил 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 Поучал 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 Все время Совместных Их Ходьбы Мы уже Сегодня с вами Какие-то притчами Говорим Про мусорку Нашу И ведь если смотреть Господь Отечает Получается Нас водой Смывает Нашу грязь А вода Сам Господь Сказал Что я живая вода Господь Слово То есть Здесь получается Что водой Нас живой Водой Словами Евангелия Да Я есть Путь И истина И жизнь Сам Господь Говорит И соответственно Когда он Наставляет Своих учеников Значит и нас В том числе Он дает нам Путь и истину И жизнь И этим очищает Нас от ложного Пути От ложных Истин И от Неправильной жизни Очищает Вот в этом Есть очищение Наше Как лоз Приносящих плоды Господу Через слово У нас осталось Всего три минуточки И все-таки Давайте мы с вами поговорим Какие же все-таки Плоды Мы должны Принести Ну Плоды Любовь Радость Мир Долготерпение Милосердие Вера Кротость Воздержание Это все У апостолов Сказано То есть Эти плоды Они известны Уже Там Два тысячелетия И эти плоды Которые сейчас Я перечислил Может быть Не все Только назвал Так вот Наизусть Может быть Не до конца Выучил Соответственно Главная любовь Да Эти плоды Они дают И нам Великую Радость И пользу Для души нашей И эти плоды Уходят с нами В вечность И Бога Они угодны Вот ради них Все это и происходит А как мы их можем Плоды Это не просто Так вот Захотели Через терпение Скорбей Да Когда человек Терпит Он Проявляет Веру Да И когда он Веру проявляет У него появляется Надежда На Господа Да Когда надежда На Господа Появляется Господь Он Не бывает Поругаем И он Через опытность Надежды Господня Да Он эту Надежду Обязательно Оправдает Надежду На Бога Он нас Не оставит И не обманет Поэтому Вот эти ступеньки От терпения Скорбей К опытности К вере К надежде И упованию Мы должны пройти Да Главное чтобы это было С Богом Да И с познанием Воли Божией Сам человек Не может спастись То о чем мы говорим Как лоза Не может На Без ствола И корней Приносить плоды Так и мы Без Господа Не сможем Принести И без его учения Не сможем принести Ничего Никаких плодов Да Заключительное слово Пожалуйста Ну Дай Бог Нам всем Быть неотринутыми От истинной Лозы Господа нашего Иисуса Христа И принести плоды В этой жизни Богоугодные И во спасение Наших душ Помощи Всем вам Да Спасибо Господь Батюшка Приезжайте к нам еще Да Спасибо Господи До свидания Да На сегодня все До свидания Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому